Это программа «Нешкольные вопросы». Тут четыре героя. Школьник, учитель, медийная личность и журналист нашей телекомпании. Здесь они будут отвечать на вопросы, которые касаются школьной жизни. Но в самой школе почему-то почти не обсуждаются. Мальчики влюбляются в девочек, девочки влюбляются в мальчиков. Искра в буре безумия. Почему? Почему? Я иду в магазин, покупаю подарок и дарю ей. Мне же она не дарит ничего. Начинается, ладно. Здесь все ходят без эмоций. Влюбляйтесь за территорией школы и проявляйте свои чувства там. Это не круто, вообще не круто. Нет, у меня вообще не было за 11 лет в школе любви. Это вот я. Реально. Вообще не было? Никогда никого не нравился? Нет, ну была симпатия, но парней у меня не было. Я, как любой нормальный человек, который вырос в обществе, мы все друг с другом общаемся, знакомимся. Ну, естественно, было имя, фамилию, адрес, возраст, вес. Рассказывать, естественно, я не буду. Но в целом, конечно, была. Особенно в подростковом возрасте, когда мальчики влюбляются в девочек, девочки влюбляются в мальчиков. Школьная любовь, она прекрасна тема, потому что она первая. И первый раз ты ощущаешь, черт побери, что со мной творится, что за бабочки в животе. Почему я о ней думаю? Почему? Почему? Я иду в магазин, покупаю подарок и дарю ей. Мне же она не дарит ничего. Почему я дарю? Вот такие вот ощущения, что ты проходишь, но тебе же это приятно делать. Начинается, ладно. Просто мы учились с первого класса вместе, и в десятом классе мне в голову взбрело, что она мне нравится. Ну, это да, это жесть, это провал. Провал на то время казался ужасным. Ну и все, я так пострадал немного, а это как бы симпатия была только в одну сторону. Да, плохо. А вообще, вообще школьная, мне кажется, там нет как таковых отношений. Ну, как, по-моему. В моем опыте вообще не было отношений в школе. Была, это, как это называется, дружба. Будешь дружить? Да, буду. И все, и опускаешь стул перед уроком. Вот это вообще максимальное ухаживание, жесткое причем. Если ты опускаешь за девчонку стул перед уроком и поднимаешь после урока, ну, это сравнимо, как сейчас, допустим, девушке подойти и подарить цветы. Мне кажется, что можно и даже, наверное, нужно. Ну, потому что это же нормально, это жизнь. Все с этим сталкиваются. Ну, вообще, в школе, когда вот в прошлом году эти классики показывали, то есть они могли прям обниматься, целоваться и так далее. Конечно, там ругали, но ничего страшного, выпускной класс, все, можно. О, не, у нас такого не было. Мы в школах вообще, в школе вообще в обнимку не ходили. Это как-то было вообще, мы там ждали, не дождались вечера, пока там не стемнеет. Потом там придешь на улицу там возле ограды, а-а-а, выходи. Брат выйдет. Сказали, я не этого. Ты же не можешь, ты можешь повешать табличку на двери в школу. Здесь все ходят без эмоций. Да, влюбляйтесь за территорией школы и проявляйте свои чувства там. Но в целом-то это же люди, мы же должны реально смотреть на этот вопрос. Естественно, все будут проявлять так, как умеют. Ну, можно, только в разумных пределах, конечно. А в школе, ну, ничего страшного, что, ребята, вообще все, ну, все люди через это, мне кажется, проходят. В плане того, что со школы начинается, ну, взросление понимания вообще, в принципе, мира, мировоззрение. Как-то выстраивается, ну, в это время. И запрещать это, ну, мне кажется, глупо, это же естественно. Мы все в жизни, в принципе, с этим сталкиваемся. Если в школе это запрещают делать, то, ну, это глупо, по-моему. Вот сейчас я вот смотрю, мне немножко стыдно за нынешнюю молодежь. Ребята, то, что вы стоите на остановке, целуетесь, да, это не круто, вообще не круто. Счастье любит тишину. Лучше скрывайте свои отношения. Все с этим сталкиваются и так далее, что скрывались. Может быть, потому что учителя на старше, и нужно проявлять какое-то уважение, потому что они все-таки консерваторы, и вот это вот все нельзя показывать на публику. Вне зависимости от того, где вы стоите, вы должны думать, насколько это вообще приемлемо. Если вы будете целоваться, лезть руками друг к другу под одежду и отвратительно себя вести, какая разница, где вы это делаете, хоть в общественном туалете, хоть в общепите. Это не нравится никому. И здесь, ну, есть дисциплина, у школы должна быть дисциплина. Никто же не говорит то, что давайте все будем ходить по коридору, курить вейпы, и стричься на лысо, и тут же друг с другом целоваться. Это не вопрос педагогики, это вопрос воспитания этих детей. Я считаю, что в школе, где-либо вообще в общественных местах, не стоит это делать. Для вас вообще все придумано. Для вас есть интернет, для вас есть связь, видеосвязь есть. Вы там-там делайте, что хотите. Нам, в общем, жаловалась учительница, говорила, почему они сидят вместе на лавочке, а понимать, это же школа, здесь только учиться надо, какие обнимашки и так далее, нельзя так делать, все. Ну и, конечно, за 65 лет я понимаю ее. Я думаю, что если это не мешает учебному процессу, то и какая кому разница. Если это не доходит до каких-то граней, когда пора бы уже вмешаться, ну тогда нет никакой разницы. Пойми, это вопрос родителей. Родители любят перекидывать свою ответственность на учителей в воспитании детей. Но учитель преподает предмет. Он не преподает детям, как правильно целоваться, во сколько рожать, с кем жениться, за кого замуж выходить и как правильно переходить дорогу. Учитель преподает свой предмет. Все, что находится за пределами этого предмета, это обязанность родителей. И если вопрос заключается в том, как относятся к этому педагоги, то педагоги к этому вообще никак не относятся, если только у них в школе не родили в 13 лет. Ты думаешь, как жить не сможешь без этого человека. Все, ты думаешь, что это твой человек на всю жизнь. На самом-то деле, может, у кого-то как-то так складывается. У многих по-разному все раскладывается. Сейчас вспоминаешь, это же детство. С такой улыбкой вспоминаешь, е-мое, как же дружили-то. Нет такого вообще, по-моему, нет такого в принципе понятия недолюбовь или какая-то школьная или детская. Любовь, она в принципе любовь. Но то есть на момент, когда ты любишь, ну ты любишь, просто ты ощущаешь любовь. И потом, ну как бы ты взрослеешь, и ты, ну допустим, у меня как, я повзрослел, и я понимал, ну да, там была любовь. Ну то есть в любом случае. И на момент там, допустим, я возвращаюсь на сколько лет назад? На 9. На 9 лет назад я как бы понимаю, ну да, я любил. Может быть немного по-другому, но это в любом случае была любовь. И как-то разделять там школьное, не школьное, а какая-то детская. Она в принципе как бы любовь. Мне кажется то, что в школе ты, ну когда ты влюбляешься в подростковом возрасте, ты проявляешь боль, ну настоящее чувство. У тебя прям искра буря безумия. Вот. И в школе, наверное, настоящая она любовь. Субтитры сделал DimaTorzok